К нам пришла в студию медицинский психолог, кандидат психологических наук Крымского инженерно-педагогического университета Владислава Ушакова. Доброе утро. И сейчас будет интересно и особенно актуально, наверное, информация для родителей, которые хотят, чтобы их дети учились и учились эффективно. Они просто сидели целыми днями в интернете, и толку от этого никакого нет. Вот как раз-таки о влиянии интернетом, о том, как это сделать более рационально и правильно. Как правильно применять интернет, чтобы не во вред, а в пользу. Да, интернет, он является таким универсальным средством поиска информации. Очень многие говорят, что интернет это свалка, это что-то ненужное, но смотря зачем мы заходим в интернет, главное вот школьникам, студентам объяснить цель. Вот когда вы заходите в интернет, подумайте, зачем, что вы хотите там получить. Если вы хотите что-то узнать от того, чего нет в программе школьной, это будет плюс. Но еще то, каким способом вы будете брать эту информацию. Есть три вида стратегии пользователей. Одна из них это пассивный. То есть это когда пользователь заходит в интернет, смотрит, листает, на какие-то новости отвлекается, на какие-то яркие картинки. То есть у этого пользователя нет какой-то цели. Также этот пользователь, если что-то пытается найти, он смотрит, я ничего не знаю, я ничего не могу найти, интернет мне не нужен. И вторая стратегия, это стратегия отбора. То есть когда пользователь знает, допустим, вы знаете, зачем вам заходить в интернет, вы заходите, начинаете это искать. Но еще важно очень критичность мышления. То есть насколько надежна, ненадежна эта информация, насколько она верна, неверна. И третье, это динамический пользователь. Это вот знаете, допустим, когда студенты готовят курсовые рефераты, но студенты заинтересованы этой темой, они увлечены. Либо могу по себе сказать, когда я писала кандидатскую, то есть у меня есть четко цель, я под нее нахожу, читаю, смотри. Очень для меня важно было, чтобы интерфейс был удобным, поиск информации был удобным, по какому-то срулову я ищу то, что мне нужно. И в сравнении, допустим, с литературой, если вы приходите в библиотеку, вам нужно перелистать всю книгу, чтобы найти полезную, то, что вам нужно, и не факт, что она будет. Через интернет это намного удобнее. Второй момент, минус этого интернета, это отсутствие эмоционального контакта с собеседником, если мы с кем-то общаемся. Второй момент, это... То есть с преподавателем, допустим. С преподавателем, допустим, если это дистанционное обучение, либо очень часто могу сказать по своим студентам, даешь им задание, они вывешивают в социальных сетях и начинают комментировать, я таким способом решил, а я вот таким вот способом решил. Кто-то говорит, нет, это ошибка, давайте попробуем вот так. То есть есть альтернативные способы, и мы благодаря этим способам можем узнать другое. То есть это хорошо, когда люди общаются, делятся каким-то опытом, да? Да, да, но это не заменяет живое общение. То есть здесь уходит эмоциональность, да, какая-то яркость. Вы же не можете через текстовый гипертекст и передать то настроение, которое у вас, эмоции. Ну, поставили смайлик, но это не то выражение эмоций, которое вот мимика, жесты, все остальное, да? Второй момент, мы не знаем, мы иногда можем неправильно понять собеседника. Допустим, если собеседнику сложно высказываться, да, либо какие-то агроматизмы, все остальное. Ну, то есть немножко в этом сложновато понять собеседника. И второй момент, если мы общаемся с собеседником, а он находится на другом конце страны, да, либо он принадлежит другой субкультуре, и мы не можем где-то найти общий язык в связи с традициями, культурными наследиями и всех остальных. И большой плюс интернета, я смотрю по школьникам, это отсутствие грамматических ошибок. То есть когда они пишут, уже выделяют им, и могут узнать, как правильно пишется это слово. Можно сказать, что это такое пассивное обучение идет. И еще есть очень много программ специально для детей, да, эти дети могут обращаться в всякие институты, где выкладываются там лекции, где выкладываются практические задания. Они могут проходить ребусы, кроссворды, онлайн-тесты и все остальное. Допустим, если мы берем нашу страну, это интеллектуальная паутина. А если мы берем Украину, это остров знаний. То есть благодаря этому мы можем выходить и познавать новую информацию, то, чего, допустим, школьнику интересно, а учительница либо не знает, все-таки человеческий фактор, не все могут знать, либо, второй момент, это не предусмотрено программой обучения. То есть такое самообразование уже. Да. По сути, интернет-инструмент, которым уже, вот от того, как ты им пользуешься, такой уже результат у тебя и будет. То есть можно так же, как и стать более грамотным человеком, так и... Вот, кстати, вариант, если человек зашел посмотреть, например, там, строение мозга, а заканчивает тем, ловится на мысли, что он там лайкает уже в какую-то фотографию, вконтакте. Как вот соблазн этот как-то нейтрализовать, чтобы уйти в дебрик куда-то там от своей цели основной? Ну, здесь момент саморегуляции. Это то, что мы воспитываем еще с детского садика, даже еще раньше. Да, то есть ты пришел, ты знаешь, четко, зачем ты пришел, ты не отвлекайся... Ну, многие взрослые не обладают этим навыком, понимаете, грешат этим. Да, да, здесь... Что там говорить уже о детях, которые... Тут мигает, здесь игры, здесь что-то интересное, здесь друг написал, здесь фотографию прислали. Это будет зависеть в основном от личности, да, вот вы зашли, посмотрели, почитали, а кто-то распылился, а может, ему не настолько это нужно и интересно, может, информация не была подана, настолько интересно, чтобы... Что касается критического выбора информации, вот вы сказали, где достоверности, где нет, то есть как правильно выбрать источник, чтобы не ошибиться? Мне кажется, это нужно почитать несколько источников, да, несколько, и сложить для себя какую-то определенную картинку, какой-то определенный пазл, да, что здесь говорится, так здесь говорится, так здесь... А как я думаю по этому поводу, да, как мне кажется, какая близка, ближе, вот ближе к моему мнению, то есть, мне кажется, здесь вот в этом... То есть на основании своего опыта, может быть, даже интуиции какой-то там... Можно интуиции, да, можно задать вопрос, спросить у кого-то, как вы думаете в тех же чатах, в тех же сообщениях, либо подойти к преподавателю, к педагогу и узнать, а как вам вы на этот счет думаете, вот как человек, допустим, с опытом, либо с определенным количеством знаний. Да, то есть вот какие-то... А преподаватели прямо сами могут советовать, да, куда можно зайти, на какой сайт, какую информацию, чтобы подчеркнуть знания. Мы в своих рабочих программах и даем это студенты те сайты, куда они могут обращаться, чтобы подчеркнуть именно нужную, наученную информацию. Понятно. Вот так. Ну что ж, свод определенных правил у нас есть. Только позитивные, в общем-то, эмоции по поводу того, что, в принципе, интернет, как хотелось бы, да, в итоге, чтобы он приносил только пользу, а не вред. То есть чтобы люди не играли в какие-то игры там, чтобы воспитывали себя, чтобы развивались. То есть, наверное, все-таки интернет для этого и нужен, да? Ну, новые технологии, да. Будем стремиться. Но все зависит от нас. Все зависит от человека, от осознанности, от мотивации. Так что, друзья, давайте будем мотивироваться и правильно использовать ресурсы, которые нам предоставляет наша сегодняшняя реальность. Большое вам спасибо. Спасибо вам большое.